МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в нашей лаборатории вы познакомитесь с двумя изобретателями, которые представят на ваш суд интересные проекты. Но оценивать их будут экспертная комиссия, в состав которой вошли заместитель председателя правления национального научно-технологического холдинга «Парасад» Лязат Мултыкпаева, доктор технических наук, профессор, главный научный координатор акционерного общества КАЗ «Агроинновации» Серик Туменов, управляющий директор, директор Центра обеспечения экспертиз Национального агентства по технологическому развитию Несопола Ермекова, а также наши независимые эксперты. Депутат Сената парламента Асхат Кузеков и президент Международной Академии Экологии, доктор технических наук, профессор Мусагали Дуамбеков. Но сейчас, дорогие зрители, я бы хотела пригласить в нашу студию нашего следующего изобретателя. Врач-травматолог, ортопед, доктор медицинских наук. Она более 30 лет занимается лечением врожденной патологии опорно-двигательного аппарата у детей разного возраста. Удивительная женщина разработала 27 запатентованных методов лечения этого недуга. Сотни детишек благодаря этой методике навсегда избавились от страшного заболевания. Встречаем. Роза Алимханова из Караганды. Здравствуйте, Роза. Очень приятно вас видеть. Я ваша землячка, поэтому буду болеть за вас. Очень рада. Роза, скажите, пожалуйста, вы на самом деле знаете, как вылечить это страшное заболевание? Да. 32 года занимаюсь врожденной патологией. Лечение, именно лечение, изучение, начиная с раннего возраста, ко мне обращаются пациенты со всех регионов Казахстана и стран СНГ. Сегодня за вас болеет не только Караганда, не только наши зрители. За вас сегодня также болеет победительница музыкального проекта «Х-фактор» Дарья Габду. Я хочу пригласить ее в нашу студию, чтобы она вас поддержала. Дарья, скажите, пожалуйста, почему вы решили поддержать именно Розу? Статистика говорит о том, что детям с такими заболеваниями нужно помогать. И Роза Ситка Леевна предлагает именно тот способ неоперабельный, который позволяет вылечить ребенка за короткое время. Я думаю, что это нужное дело, правое дело. Преимущество данного проекта – социально значимый проект, высокая эффективность инновационных медов, обеспечивает выздоровление. Проект улучшает имидж медицины Казахстана, поскольку предлагается лечение детей и подростков в Казахстане и из стран СНГ и дальнего зарубежья. Для открытия клиники требуется 7,5 миллионов тенген. Теперь полностью исключаются оперативные методы лечения, стационарное лечение, все виды традиционных методов лечения. Не применяются гипсовые повязки. Осложнение рецидива полно исключается. Инвалидизация детей, применение ортопеических изделий. Говорить мы можем долго, легче один раз показать. Покажите, вот как работает. То есть все, что вы нам принесли в студию, что это такое? Это тяговое устройство надевается при многих патологиях опорно-двигательного аппарата, в частности при вывихах бедра, при деформации стоп. Все время боялась. А вот у меня родится такой ребенок. Как я выйду из этой ситуации? Нужно искать именно простые методы, которые были приемлемы для детей, ненарогостоящие, чтобы родители от этого не боялись, никакой операции. Поэтому я искала, вот придумала ремни. Они представляют собой кожаные ремни, а внизу деревянный подстопник. Могут это изделие изготовить даже сами родители. Она одевается легко, методика очень проста. Никаких проблем не вызывает. В любое время можно снять эти ремни, проведить лечебные процедуры. А возможно вылечить ребенка? Вот, например, если ко мне обращается новорожденный ребенок с врожденной косолапостью, я одеваю это тяговое устройство, и он за один месяц полностью справляется с элементами искривления, и еще месяца два-три, чтобы она сформировали суставы, стопы, и на этом заканчивается лечение. Ваша методика понятна, да? Скажите, а кто будет создавать вот такие вот вещи? Эти, они имеются в серийном производстве в любой мастерской протезного завода. То есть вы уже знаете, где их производить? Я имею 30 инновационных патентов, и получила золотую медаль Всемирной организации интеллектуальной собственности. Я бы хотела отдать нашим экспертам, да, чтобы вы посмотрели, более детально изучили, потому что на самом деле проблема очень серьезная. Розия Калевна, я бы хотела пригласить в нашу студию вашего пациента Николая вместе с мамой, с Валентиной. Проходите, пожалуйста, к нам сюда. Расскажите нам, пожалуйста, что было. Мы начали лечение у Розы Ситкалиевны в 3 месяца. В 7 месяцев мы уже были здоровы. А какой был диагноз? Диагноз была очень сильная косолапость. Когда родился ребенок, я даже не знала, к кому обратиться. Мы к Розе Ситкалиевне попали, когда нам было 3 месяца. В 7 месяцев ребенок уже выздоровел. Коля, покажи нам, пожалуйста, как ты. Ты можешь ходить, прыгать, бегать. Прыгаю. Николай отлично ходит. Я знаю, что у нас в студии еще один пациент. Пациентка, красивая девочка. Пожалуйста, проходите к нам в студию. Здравствуйте. Как вас зовут? Вы женаты. Ваша дочь? Ахбаян. Ахбаян. То есть это ваш, получается, новый пациент. И каковы шансы? Я планирую. Приготовила ремни и одену и буду лечить. И 100% гарантия, что ребенок будет здоров. Я думаю, здесь надо полностью, наверное, перенести акцент на Министерство здравоохранения, потому что это всесторонне опробованная идея, имеет соответствующее количество патентов. Автор достаточно авторитетный ученый, организатор. Вот, тем более, у нас есть практические результаты. Я думаю, Минздрав должен 100% подключиться. Клиника очень нужна. Я думаю, мы все здесь сидящие, присутствующие коллеги мои, они, естественно, все поддерживают. Но, с другой стороны, я считаю, что мы, наверное, должны дать рекомендацию соответствующие органы о том, что эта идея прекрасна, ее дальше нужно дофинансировать и довести до финала. До финансов. Почти такого же мнения придерживается и Турарбек Ракиш, президент фармацевтической компании «Роман». Думаю, что это проект чисто инвестиционный. Надо решать по пути ГЧП, государственного частного партнерства, или брать в аренду. А если у вас места в Карагане не будет, то я готов в нашей клинике предложить вам отдельное отделение с вашей 100% собственностью. Если вот, допустим, открылась ваша клиника, да, какова будет миссия вашей клиники? Ортопедическая клиника, которая оказывает ортопедическую помощь в амбулаторно-политклинических условиях детям и подросткам в странах Республики Казахстан, в странах СНГ и дальнего зарубежья. В Казахстане сотни детей страдают косолапием разной степени. Всем им нужна квалифицированная и оперативная помощь. Карагандинка Роза Алимжанова уверена, она именно тот человек, который поможет изменить жизнь таким детям. Все-таки нужно вот эту экономическую и финансовую сторону вам проработать. И мне кажется, да, просчитать, провести какие-то анализы. Вот лично вы готовы пролоббировать этот проект? А, да, я готов. Мне кажется, знаете, даже если не получите главный приз, вы заручились поддержкой сенатора Асхата Кузекова. Видите ли, это инновационные форсажи. Мы должны здесь понять, что здесь деньги выделяются для науки, для научной новизны. Вы здесь вот финансовые затраты предложили, приобретение мебели, затраты на открытие. Ну, не то это, понимаете? Вот комиссия, вот эти эксперты надо, чтобы посодействовали, чтобы вам дали возможность открыть, запустить этот, но не в пределах инновационного форсажа. Ну, то, что Роза Светкалина дошла до нашего эфира, и сегодня ее видят, видим не только мы, но и все казахстанцы, да, в том числе и люди, которые могут ее поддержать. Я думаю, что клиника Розы Алимхановой будет жить и будет, да, будет существовать. Я думаю, у вас есть все шансы, потому что ваша методика уже работает, ее одобряют, сенаторы поддерживают, поэтому мы желаем вам только удачи. Спасибо большое. Это была Роза Алимханова из Караганды. Ну, а сейчас я бы хотела пригласить в нашу студию нашего следующего изобретателя, Геннадий Шугаев. Он предлагает проект бестопливного генератора на солнечных батареях, который позволит экономить аж 30% электроэнергии. Встречаем Геннадий Шугаев, кандидат технических наук-город Усть-Каменогорск. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Ну, ваш проект, я думаю, понравится многим нашим телезрителям, потому что никто не хочет платить за электроэнергию очень много. Да, спасибо. Я сейчас скажу об этом отдельно. Я хочу сразу поблагодарить, значит, уважаемых жюри, уважаемых экспертов, флоу-финалистов, которые пришли. За что вы благодарите? Вам еще не дали главный приз. Геннадий. За то, что они уже... Геннадий, ну я хочу вас поздравить прежде всего с тем, что вы попали в число 15 счастливчиков, да? То есть круг сузился, вас уже не 376 человек, вас уже 15. Вот как вы лично думаете, вот положа руку на сердце, как вы думаете, ваш проект способен действительно получить, то есть достоин ли он получить 7,5 миллионов тенге? В мире ежегодно по статистике в мире в 2012 году было потрачено 20 триллионов киловатт-час электроэнергии. Экономия 30-процентная, экономия электроэнергии составляет больше 6 триллионов киловатт-час электроэнергии. Поэтому здесь не нужно быть математиком, здесь просто нужно умножить, сложить на киловатт и получить сумму. Ну вы знаете, я не математик, мне сложно. Вот идея, что 30% можно экономить, это, конечно, хорошая идея. Но прежде чем вы начнете показывать нам, я бы хотела представить еще одного эксперта независимого, который присоединился к нам буквально несколько секунд назад, кандидат экономических наук Сапарпай Дожжан сегодня вместе с нами в нашей студии. Ну а сейчас, вы знаете, Геннадий, вы у нас не один. Вы вот приехали из Усть-Каменогорска, но сегодня поддержать вас, болеть за вас всей душой пришел известный радиоведущий Мухаммедьяр Рашай. Давайте аплодисментами встретим вам в нашей студии. Мухаммедьяр, скажите, пожалуйста, как много вы платите за электроэнергию? Если вы платите, конечно. Вот Геннадий предлагает сэкономить. Я хочу представить концепцию силовой адаптации адаптивных приводов, которые используются во многих отраслях промышленности, в том числе и в энергетике. Создан бестопливный генератор на солнечных батареях, оснащенный адаптивным приводом нового поколения. Который позволяет создавать крутящий момент, или как правильно назвать его, момент силы, необходимый и достаточный для вращения вала генератора, который вырабатывает электроэнергию. Этот адаптивный привод был... Я сначала сам верил в это затеи, очень трудно. Но когда прошли испытания, когда прошли испытания, и устройство функционировало с расчетными параметрами, мне стало очень приятно, что есть решение, есть решение проблемы, ее надо решать, ее нужно завершать, и остался немножко один шаг. Этот шаг, значит, я этим шагом приехал сюда. Вы все правильно объяснили, но Вы объяснили очень такими научным языком, да? Вот если объяснить очень просто, то есть Вы разработали бестопливный генератор, который будет работать за счет энергии Солнца. И каким образом этот генератор поможет нам сэкономить электроэнергию? Устройство. Давайте выйдем сюда. Это позволит людям жить проще. Оно изменит их жизнь, кардинальным образом изменит жизнь. Мы сейчас платим за свет 8 киловатт, а кто-то уже по региону платит 12. Через год, два, три, значит, будете платить, может быть, 25, может быть, 30 тенге, это неизвестно. Не пугайте нас. Работает генератор от солнечных батарей, он превращает солнечную энергию, которая, значит, подается на электродвигатель, которая вращает именно адаптивный привод нового поколения, который позволяет создавать этот сумасшедший момент, момент силы, который, значит, вращает этот генератор. И он необходимым и достаточным условием является. То есть уже адаптирован, то есть это проверено. То есть Вы уже все проверили, все работает, все действительно. Что осталось? Вы говорите один шаг. Какой шаг? Мне нужно сейчас просто взять и сертифицировать это изделие, изделие, и пустить его в производство. Пустить его в производство. Если это мне удастся, то это можно не только поставить где-то в домах, это можно поставить на фабриках. То есть создать промышленные изделия, отказаться от нефти, угля, газа и так далее, и так далее. То есть это будет интересное решение, революционное решение в области замены. Мусагалей, вот Вы как эколог верите Геннадию? Масса вопросов. Первый вопрос, допустим, по себестоимости. И вот, допустим, вот я вчера был в ауле, видел точно такой же аппарат. Значит, Чабан получает свет, включает радио. Ваша установка чем от него отличается? У него тоже такая же емкостная батарея. Вы надо сравнивать установку та, которую он купил, и то, которая это стоит. Он купил, наверное, солнечную батарею, да? Это мощность соответствующая. То есть он купил на одну лампочку, или на две лампочки, на три лампочки. А здесь на фабрику, да? Это выдает 15 киловатт. По цене 0,08 доллара за киловатт в час. Ничего нового нет. То есть у Вас абсолютно организация бизнеса, она стандартная, ее даже не нужно переделывать. Однозначно, то, что я, в принципе, не увидел в Ваших бумагах, Вы должны сформулировать, чем, скажем, Ваш привод лучше традиционно существующим. Вот когда Вы это изложите потребителю, потребитель уже, он к Вам вернулся. Начинающему новатору никогда не будет лишним дельные советы профессионалов, поэтому все наши участники внимали каждому слову. Абсолютно правильную вещь сказали, что Вы надеете, что вот эта вот Ваша технология, она получит какое-то широкое применение, если кто-то из больших корпораций обратит внимание и поставит это на массовый поток. Но здесь я бы Вам что рекомендовала сделать? Сослаться. Может быть, Вы уже проводили переговоры с кем-то. Может быть, Вашей девушке кто-то заинтересовался. Вот когда сейчас комиссия решит, Вам 7,5 миллиона Вам дадут, не получится так, что Вы выпустите этот свой сертификат, сертифицируете и уедете в Америку, допустим? Я там был уже. И в Лондоне был, и в Швеции. И там нету той сказки, о которой говорят. Нету. Поэтому все, что там говорят, что там мед, сладость, нет. То есть Вы решили остаться здесь? Здесь родина, понимаете? Здесь просто родина. Вместе, я думаю, что Геннадию вместе с главным призом нужно будет подписать какую-то гарантию, что Вы не уезжаете никуда из нашей страны, чтобы наши эксперты были спокойны. Где в мире еще используются такие генераторы? В мире таких генераторов по патенту я не определял. То есть нету. То есть это является мировой новизной. Солнечная батарея только приводит в действие Ваш основной генератор. Так же ведь? Мы так и не поняли, в чем принцип работы Вашего генератора. Почему электроэнергия получается у Вас дешевле с использованием именно данного генератора? Солнечные батареи – это просто аккумулятор энергии. Аккумулятор. Но не вырабатывает электроэнергии. А здесь вот идет выработка электроэнергии. Понимаете? Идет за счет адаптивного привода, идет, приходится крутящий момент и начинает работать двигатель. Ведь работать двигатель от Солнца – это вообще, по-моему, очень великая, гениальная идея такая. Энергетик, который работает со мной, он говорит, я 30 лет уже в энергетике, ты мне не рассказывай это все. Но когда он посмотрел это все воочию, когда мы получили испытания, все, поэтому у него улыбки все прошли. Ужимки, улыбки, все прошло сразу. АПЛОДИСМЕНТЫ Конкурсы все-таки есть больше он в рамках популяризации инновационной деятельности. А здесь конкретно, в принципе, ваш проект до такой степени уже, скажем так, продвинут, что его, в принципе, можно уже выводить на коммерциализацию. Я думаю, что то, что вы уже прошли финал, да, нашего конкурса, то, что вы сегодня здесь, я думаю, это уже говорит о том, что вы на пути к победе, осталось сделать, осталось сделать всего один шаг. Я желаю вам победы и желаю вам удачи. Кто же пройдет дальше? Кто продолжит борьбу за ангельские деньги и главный приз нашего конкурса? Кто же эти счастливчики? Об этом мы узнаем в следующих выпусках самого уникального телевизионного шоу страны «Инновационный форсаж». Конкурс проводит Национальное агентство по технологическому развитию при поддержке Министерства индустрии и новых технологий. Всего доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова